В Визинге будет построен новый корпус районной больницы. Его возведение идет в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Накануне площадку под строительство осмотрел глава КОМИ и, будучи в районе, Владимир Уйба по традиции провел встречу с местными жителями. Сначала в самой Визинге, а после и в поселке Первомайский. Любовь Лапина подробнее. Пока на этом месте еще не ведется работа, но уже в будущем году здесь появится техника. Одноэтажный инфекционный корпус сразу пойдет под снос. Второй пока послужит людям на тот период, что будет вестись строительство нового здания районной больницы. В будущем строении будут размещены детское и терапевтическое отделение, койки неврологии, приемное отделение с четырьмя инфекционными боксами, скорая и даже реанимация. По нормам, получается, мы должны отойти на 300-500 метров. Вопрос по строительству корпуса волнует и местных жителей. Они первым делом интересуются его судьбой. Глава коми поясняет причины задержки в рядом стоящем объекте культурного наследия. Он нам отодвинул нас как минимум на полтора года, потому что объект культурного наследия требует вокруг себя санитарно-защитную зону. И вот мы только-только прошли через муки, принято решение, что все-таки терапевтический корпус садится на это место, на этот пятачок между сегодняшним, если стоять к нему спиной, слева этот старый инфекционный. Вот на этот пятачок он садится, и границы этого объекта культурного наследия, Волосного совета крестьянских солдатских депутатов, не мешают и не затрагивают. До конца года будет подготовлена проектно-сметная документация. В начале будущего начнется возведение. Деньги на строительство, а это 465 миллионов рублей, есть. 90% дает федерация, остальное – республика. Волнует сельчан и дорожная тема, в частности, направление визинга Кажем. Владимир Уйба отмечает, в будущем году трасса переходит в федеральную собственность. Однако школьный маршрут республика на этом участке отремонтируют все же за свои средства. Этот вопрос не требует отлагательства. Благодарят сельчане за новую школу. Однако, признаются, появилась проблема. Новую котельную образовательное учреждение не способно содержать. Глава Коми тут же дает поручение. До конца года Коми-тепловая компания должна взять объект на обслуживание. И вторая, Игорь Анатольевич, вы молчите, а я изначально, когда мы радовались школе, я совершенно был обескуражен тем, что мы, сделав суперсовременную школу, суперсовременную котельную, взяли за топливо щепу. То есть это никуда не годится. Поэтому, значит, убирать на себя и готовить инвест-проект по переводу ее на перспективный вид топлива. Газ, потому что щепой топить суперсовременную школу, ну, слушайте, это все здорово. Нам надо, конечно, щепу утилизировать, но мы можем сделать из нее пилеты и отправить там нашим коллегам в Италию. Пусть они жгут у себя там щепу нашу. К тому же до конца 2023 года в Визинге появится газ. Это, к слову, еще один вопрос, который волнует сельчан. Причем не только Визинге, но и поселка Первомайский. Владимир Уйба напоминает, в прошлом году республике удалось подписать соглашение с Газпромом на целых 20 миллиардов рублей. Вы видите, что президент закручивает страны и закручивает гайки все жестче и жестче по газификации. Мало того, что до 2024 года никто не отменял. И первый ответ вам, что до конца 2023 года у нас стоит, до конца 2023 года, вот по этой программе 20 миллиардной, стоит газопровод-отвод на Визинга, Первомайский, Кунип, Шарсай, Межадар, Малишор, Кольёль. Вот эти вот все у нас стоят до конца 2023 года. Значит, теперь по подсоединению. Вы помните, что еще год назад должен быть, должен хозяин, да, там, домовладения, когда идет поселковый газовод, газопровод, он должен был от этого газопровода оплатить Межрайгазу подключение к дому. Сейчас президент говорит, что нет, вот до дома нужно довести трубу за счет государства. И еще один важный вопрос, который звучит на встрече в Первомайском. Здесь мечтают о строительстве социокультурного центра. Проект может быть внесен в адресную инвестиционную программу республики на 2023 год, отмечает глава. Но сейчас важно, чтобы администрация района вовремя подготовила все документы. Речь о разработке проектно-сметной документации, привязке проекта к выделенной площадке под строительство и прохождении госэкспертизы. И тогда мечты жителей Первомайского смогут обрести реальные черты и сроки.